испанская зима время заниматься сыровялом всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я уже когда говорил что родился в маленьком поселочке в татарии вырос там отучился потом уехал в москву поступил в институт затем случилась перестройка татария стала татарстаном короче в период моего детства отрочества сырокопченые колбасы сыровялены по крайней в нашем поселочке купить было невозможно а к тому времени когда я стал московским студентом случились 90 с их разрухой и в магазинах исчезла не только колбаса но и мясо масло яйца селедка да даже за молоком мои приятели которые к тому времени успели уже жениться и родить по ребенку даже в общаге с утра бегали в 5 утра занимали очередь что молочка купить детям кашу сварить так вот попробовать разные сыровялены сырокопченой колбасы мне удалось уже только в двадцать первом веке поэтому меня нет никаких детских воспоминаний там ах какая была замечательная колбаса именно поэтому мне безумно интересно готовить разные колбасы по тем древним советским еще гостом и сегодня собираюсь приготовить сразу два вида по одному госту 16 131 это будут московская и столичная технология такая же как в туристской вот из этого ролика все отличие в ингредиентах однако зятка уже пошли на кухню готовить для московской говядина и сало хребтовое для советской тоже говядина тоже сало и свинина нежирная это плечо предварительно подмороженное до минус 2 по цельсию набор пряностей почти одинаковые пропорции разные но для советской еще и коньячка немножко надо получается что в советскую добавлен коньяк и душистый перец а вот в московской их соответственно нет но пропорции мускатного ореха и черного перца немножко отличаются кроме того есть еще одно отличие сало для московской режется кубиками не более 6 миллиметров а вот для советской в два раза мельче чтобы лучше резалось предварительно его надо подморозить при вымешивании фарша салом норовит в нем размазаться в результате смазать весь рисунок поэтому чтобы этого не произошло уже нарезанные кусочки подмораживаю холодильнике даже в морозильнике в результате получаю вот такую штуку это кубики 6 миллиметров а вот этот 3 ну примерно а чтобы пряность лучше зашлись фарш и разотру их в ступке сначала для советской затем для московской степень измельчения мяса для обоих видов колбас абсолютно одинаковая напомню что в московскую свинина не идет поэтому молоть буду раздельно и теперь свинина для советской отлично ну а теперь вымешивание фарша сначала для московской пряности соль быстро вымешать теперь можно добавить подмороженный шпик и то же самое для советской коньяк фарш пряности смешать все фарш готов осталось только набить сейчас подготовлюсь и примусь за дело здесь в колбе лежит фарш для московской может быть конечно бывать раздельно но такая морока так что просто хорошенько уплотнил фарш для одной колбасы а сверху положу второй всего готовил по расчету на килограмм каждого вида колбасы поэтому сначала выдавлю набью колбаски фарш одной а затем второй конечно же какая-то из колбасок между первым и вторым килограмм у меня получится как смесь двух вариантов московской столичной но я это переживу набиваю я полимерную пленку айцел спасибо павлу из магазина ем колбаски паш спасибо эта пленка хороша тем что позволяет вялить даже в условиях когда влажность в доме скачет осталось перевязать тут все просто сначала делаю петлю удавку затем набрасываю на хвост затягиваю теперь делаю петельку для подвеса ну а чтобы отличить эту колбаску от других камеры для сыровяла наброшу пару петель на сам батончик это у меня советская советская а для московской все то же самое только петель для отличия будет 3 готова пора же отправлять в камеру так я каждую батончик взвесил каждому батончику прикрепил бумажечку на который указал какая конкретно эта колбаса сколько весит именно этот батончик и указал целевой вес то есть когда вот этого веса достигнет она она будет готова колбаса и для каждого батона у меня для памяти чтобы не перепутать итак сейчас начинается процесс пока еще не сыровяливание сейчас начинается процесс осадки но за время этой осадки это 5-7 дней при температуре плюс 4 плюс 5 градусов фарш уплотняется нарушенные связи в фарше они нарушились пока я набивал колбасу там движение это было восстановится и структура в будущей колбаске будет плотная поехали зависим все критом есть уже болтаются всякие разные мясо и и колбасы все обязательно в этом агрегате должно быть движение воздуха по госту а 10 сантиметров в секунду это мне обеспечивается прием включения такого вот вентилятора так как в полу подвале в котором находится у меня это самая камера очень пыльно я стенки холодильника этого не разрезал и вот это проветривание обеспечиваю тем что в течение суток суток наверно два раза подхожу от открывая дверцу но и так вот проветриться и закрываю вот такая вот недомеханизация встретимся с вами через 5-7 дней когда отправлю все это дело на копчение оставайтесь с нами продолжаем разговор 7 дней колбаса осаживалась при температуре 2-4 градуса в холодильнике пора отправлять на копчение самодельная коптильня уже работает дымогенератор дымит температура нагревателя выставлен на положенные по госту 21 градус плюс минус 1 можно начинать процесс копчения должен идти двое-трое суток вот этот пассивный дымогенератор с одной загрузки опилками работает 12-14 часов то есть мне нужно подходить к коптильне всего два раза в сутки удобно ждем прошло трое суток и процесс копчения завершен так ну что тут у нас у нас тут все отлично цвет поменялся колбаса судя по состоянию оболочки немного подсохла можно отправлять на завяливание оболочки айцелл и в обычном холодильнике вяльте но я в любом случае подвешиваю колбасу в камере для сыровяла влажность первые 5-7 дней будет 82 процента плюс минус 3 и температура 13 градусов плюс минус 2 градуса а затем температуру надо будет понизить до 11 градусов те же самые плюс минус 2 влажность понизить до 77 те же самые плюс минус 3 если вы в холодильнике все-таки будете вялить то периодически наверное придется на балкон вывешивать ну короче смотрите по состоянию оболочки нужно чтобы закал не получить и выровнять всю эту самую ну щупать ее надо будет сообразите короче колбаса завярина и теперь я могу высказать свое мнение мнение касательно того отличается ли по вкусу по аромату столичная от московской по госту по запаху не отличу честно сознаюсь может у меня конечно забитый нос хотя вроде дышу спокойно так сейчас я сниму пленочку пленочку айцеловскую так снял это я снял со столичной ну а теперь московская надо клобасу было подержать наверное в холодильнике завернув в полиэтиленную пленку для того чтобы вот это вот айцеловская отставала получше так московская вкус яркий насыщенный чувствуется жирок хорошо впитал все эти вкусы ароматы так интересно отличие есть безусловно но то ли из-за того что я мало ел сырокопченых колбас и у меня нет какой в памяти не лежит вкус одной и другой я честно сознаюсь что через пять минут вот дай мне этих две разных колбасы и какая из них московская какая столичная я не назову их конечно скажу безусловно что да колбасы разные но какая из них какая не скажу но вкусно а мое замечание так сказать да хотелось бы немножко побольше мяса в колбасе немножко поменьше сала потому что на мой вкус сало по густу некоторый избыток я бы наверное процентов на пять на семь быть может даже от общего объема в колбасе сало сократил конечно во вкусе немножечко тогда проиграет потому что все таки сало удерживает все вкусы ароматы но вот мне кажется так будет лучше но колбаса вкусная вкусная никаких нареканий никаких отдельных привкусов нет то есть это это такой классический вкус советских колбас то есть как я говорил допустим испанские колбасы в основной своей массе кислят у них всегда кислинка присутствует такая во вкусе не всегда чаще всего в советских вот этой кислинки нет здесь просто насыщенный такой яркий мощный вкус мяса и сало вот это ароматное вкусно вкусно то есть готовьте госты рулит конечно основная часть гостов по госту допускается целая куча замен если почитать отдельно кроме рецептур вот ничего менять не надо берите хорошее мясо хорошее сало хорошие отрубы готовьте как полагается и вы получите вот такую колбасу и в конце концов воспитайте все терпение можно ждать пока она завялится это конечно долго спасибо за компанию напоминаю промокод фреска позволит вам сэкономить очень неплохо делитесь своими рецептами под этим видео обязательно в группу вконтакте выкладывайте фотографии того что вы приготовили мы обсудим всей дружной толпой что-нибудь может даже посоветуем или сами у вас научимся спасибо за компанию всем пока 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 пока